Слушая Валентина Шеховцова, когда он говорит, что суета запудрила мозги, я понял, для чего нам помазание. Помазание нам нужно для того, чтобы вся эта пудра и вся лапша этого мира скатывалась моментально с нас, чтобы мы жили действительно Словом Божьим. Хочу помолиться сначала. Авинуши башамаем, дорогой Господь, да будет благословено имя Твое. Мы благодарны Тебе за возможность здесь собираться, благодарны Тебе за возможность служить Тебе, прославлять Тебя, молиться Тебе. И я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас Духом Своим Святым давал нам Своё Слово, чтобы это Слово было действительно не от человеческой мудрости изученное, но от Духа Твоего Святого. Спасибо Тебе, Господь. Амин. Ну что, так и хочется сказать, что нынешняя глава называется Талдот, но это правда. Я тут на всякий случай сделал к планшету еще распечатку, зная, как гаджеты иногда бывает подводят. Значит, проповедь моя называется «Что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога». И это, собственно говоря, цитата из 41-го и 42-го псалма. Кстати, если вы обратите внимание, на самом деле это один псалом, по какой-то причине его взяли, разделили на два. И вот в нем трижды эта фраза фигурирует, что «Что унываешь ты, душа моя, и что сокрушаешься, уповай на Бога, на Господа Бога моего, Спасителя моего». Трижды эта фраза повторяется. Вот, собственно говоря, какова цель этой проповеди? Я объясню это так. Ну, вот, я так же, как и вы, живу в этом мире, в этой стране, в этом городе. Все вы прекрасно знаете, что то, что сейчас вокруг нас происходит, не очень-то нас веселит и радует. Экономика падает, зарплаты уменьшаются, жизнь дорожает, коммунальные дорожают, ковид, меры против ковидные. И это все, честно говоря, напрягает, и от этого как-то становится невесело. Мы говорим об этом современным таким словом «впадаем в депрессию». Саня называет это унынием. И вот как Валик Шаховцов, Валентин Шаховцов обратил, ну, как бы озвучил идею вот эту. Вот я, когда готовился к проповеди, вот действительно, я попытался сначала, чтобы обрисовать, что же такое уныние, найти местописание, которое объясняет именно, что же такое уныние в чистом виде. И знаете, я был очень удивлен тому, что, да, Писание говорит о том, что такое уныние, но никогда и нигде Писание не говорит об унынии в чистом виде. Вот оно есть, и живите, как хотите. Писание всегда нам показывает то, что Бог во всем этом приготовил для нас. Я все-таки процитирую три местописания, которые говорят об унынии. И это как некое введение в тему будет. Значит, это Луки, 21 глава, 25-29 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Это то, что мы видим сейчас. «И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Не от бедствий, а от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». То есть уныние присутствует, уныние во вселенском масштабе. Но Господь говорит, что не расстраивайтесь, все будет в конечном итоге хорошо, когда он вернется. Дальше, притчи 17.22. Это место, которое, когда мы начинаем говорить об унынии, оно первое обычно приходит на ум. «Унылый дух сушит кости». Но оказывается, это слова вырваны из контекста. А само это место говорит следующее. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». И знаете, я как переболевший ковидом, я могу сказать, что одно из таких вот пагубных проявлений этой болезни – это именно какое-то такое навязчивое желание впасть в уныние, в депрессию, какое-то такое состояние подавленное. И знаете, когда я болел, у меня в телефоне была одна очень классная книга именно о сверхъестественном Божьем исцелении. И как раз вот в это время я читал главу о том, что надо не унывать, а вот именно радоваться, благодарить Господа, прославлять Его, благословлять. И я всеми силами своей души пытался это делать. И я вам скажу, что только это, в принципе, помогло мне посмотреть как-то позитивно на жизнь вообще, что это на самом деле не конец. И произошел перелом благодаря тому, что я решил не соглашаться с этой депрессией и с этим унынием. То есть веселое сердце благотворно, как врачевство. Дальше. Исайя, 61 глава, 1 и 3 стих. Это, кстати, место, которое Иешуа цитировал в синагоге, указав именно на себя, как исполнение этого пророчества. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача и лей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Здесь мы тоже видим об унынии, но мы видим альтернативу. И вот еще один интересный, важный момент в этом отрывке – исцелять сокрушенных сердцем. Вопрос – возникает всякого ли человека Господь исцеляет? Здесь говорится об исцелении тех, у кого сердце сокрушено. Поэтому Писание нам показывает, что есть пути исцеления от уныния, и это сокрушенное пред Господом сердце. Прошу прощения. Значит, я бы хотел в контексте всего этого все-таки начать с небольшого комментария именно нынешней недельной главы. Мы знаем историю о Якове и Исааве, которая нам повествует об их отношениях. И если вы зайдете в синагогу и спросите, кто считается евреем, вам обязательно скажут. Ну, кто родился от мамы еврейки? Тот еврей, да? Сейчас документ о том, что ты еврей, можно получить только в том случае, если ты подтверждаешь свое еврейство по маме. А если задашь дополнительный вопрос – хорошо, а если еще папа еврей? О, так это вообще полноценный, кошерный еврей. Я тогда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть два родных брата, близнеца, у которых и мама, и папа евреи. Как вы думаете, эти два брата-близнецы, они будут евреями в соответствии с предыдущими вашими ответами? Как бы и тут еврей в синагоге, знающий Писание, скорее всего, немножечко подзадумается, поскольку вопрос провокационный. Особенно, когда он услышит, что два брата, у которых мама и папа евреи, при этом они близнецы, и речь идет об Якове и Исааве. Если задать вопрос, Яков еврей, конечно, Исаав еврей, да Боже упаси. Извините, каким образом? Почему так? Когда-то, опять же, в Сахнуте я услышал очень классную фразу, которая говорит, настоящий еврей – это тот, у кого дети и внуки евреи. И эта идея выросла, опять-таки, из Торы, когда Бог приходил навестить Авраама, когда у него еще не было ребенка, не было сына от Сары Исхака, да, помните, когда вот пришли три гости. И там состоялся такой диалог уже после того, как два ангела отошли в Содом и Гоморру, к Лоту. А Господь сам остался с Авраамом, и они идут и общаются. И там интересная такая фраза, значит, где Господь говорит, утою ли я от Авраама то, что собираюсь сделать. И буквальный перевод он говорит следующее, что я знаю Авраама, я познал Авраама, что он заповедует сынам своим ходить путем Господним, творя суд и милость. И в Торе несколько раз повторяется вот эта вот идея – научить сына своего и сына сына своего. То есть каждый еврей после себя должен оставить два поколения евреев, то есть людей, находящихся в завете с Господом. Так вот, касательно Якова и Исава, ситуация интересная. Оба родились от мамы еврейки, от папы еврея, но в результате один остался евреем, а другой перестал быть евреем. И если мы откроем книгу Малахи, первую главу, то там звучит вот эта вот знаменитая фраза «Якова возлюбил и Сава возненавидел». И по этому месту отдельный комментарий, не в рамках этой проповеди, но я обращу внимание лишь на следующее. Там идет речь о судьбе двух народов, которые произошли от этих двух личностей. И Бог выражает свое отношение именно к этим двум народам. Там интересная идея, интересная мысль такая проходит. Бог говорит, что «Исава за беззаконие я уничтожаю, а тебя я люблю». Но вся книга Малахи обличает Израиль именно за беззаконие. То есть, другими словами, Бог говорит, «Ты, Израиль, ничем не лучше, чем Исав, но я вступил с тобою в заветные отношения, и поэтому я приведу тебя к той цели, которую я хотел тебя привести». Но интересный момент еще и в другом. Значит, послание к евреям, 11 глава, 20 стих. «Верую в будущее Ицхак благословил Якова и Исава». И вот эта фраза в совокупности с теми благословениями, о которых мы читаем в нынешней недельной главе, наводит на определенные размышления. Значит, мы сейчас не будем обсуждать правомерность, неправомерность всех действий Якова. Это, опять же, отдельная тема, очень интересная, глубокая. Просто нужно вдаваться в очень много деталей, о которых нам показывает Писание. Но суть в следующем. Значит, Яков купил первородство, которое, в принципе, ни продать, ни купить нельзя. Яков приобрел благословение, но он приобрел благословение, которое должен был получить Исав. Когда Ицхак, его папа, благословлял Якова, он не знал, что это Яков. Понимаете? Он думал, что это Исав. Понимаете? Но если мы посмотрим это благословение, там ни слова нет о завете с Авраамом, там ни слова нет об обетовании земли, там ни слова нет об обетовании семени, через которого благословятся все племена земные. То есть, то благословение, которое получил Авраам, войдя в завет со Всевышним, Исаву не досталось. При том, что папа любит этого старшего сына и желает ему самого наилучшего. Послание к евреям говорит, верою в будущее Ицхак благословил Иакова и Исава. Но произошло просто в результате стечения определенных обстоятельств некоторое перераспределение, скажем так, функций и благословения. Нужно понимать, что такое первородство. Первородство – это, собственно, первородный он должен был возглавить семью в следующем после отца поколении. То есть, главой семьи после Ицхака должен был стать Исав. Исав – это человек, который, собственно говоря, опять же, мы должны понимать, на каком этапе развития находилась эта семья. Потому что из семьи со временем происходит народ. И вот тот, кто возглавляет семью из поколения в поколение, как бы это новый человек, но со временем статус главы семьи перерастает в статус царя над народом. А в то время это еще и статус священника, предстоящего пред Богом за свой народ, за свою семью. Это понятно? То есть, глава семьи, глава дома, он и царь, и священник в доме. Но интересный момент. Вот если мы смотрим благословение, которое должен был получить Исав, он, в принципе, должен был получить именно царское благословение. Как бы в чем разница между царской и священнической функцией? Царь, он, в принципе, обязан обеспечить земной уровень, ну, земную жизнь семьи. Священник, ну, то есть, грубо говоря, горизонталь нашего бытия. Священник, он организует вертикаль нашего бытия, взаимоотношения с духовным миром, взаимоотношения с Богом, Творцом неба и земли, с Богом, с которым мы в завете. Так вот, глядя на то, как отец распределил благословение, мы можем сделать вывод, что по замыслу Всевышнего функция царя и священника в этой семье при наличии двух братьев-близнецов, она должна была быть распределена. И Исав, он должен был стать именно царем, и если мы посмотрим его характеристику, это человек полей, охотник, то есть, это человек внешнего мира. Яков, он человек роткий, человек шатров, это человек внутреннего устройства, человек внутреннего мира. И если мы посмотрим, какое благословение он получил уже, так сказать, с открытым лицом, официально от своего отца, он получает именно то самое священническое благословение, благословение Авраама с обетованием земли, с обетованием потомства, с обетованием благословения всех народов в этом семени, в этом потомстве. То есть, Исав должен был стать царем, Иаков должен был стать священником. Но случилось то, что случилось. Вопрос, почему случилось так? Бог желал увидеть двух братьев, которые сотрудничают, которые вместе возглавляют народ. И как однажды я в одном из комментариев говорил, мы видим в Писании самый успешный пример сотрудничества двух братьев без конкуренции, без каких-то взаимных попыток убить друг друга. Это Маше и Аарон. Маше и Аарон – это вот то, чего Бог ожидает. И это как прообраз Израиля и церкви, это как прообраз мужчины и женщины, это как прообраз взаимодействия партнеров в бизнесе, это очень классный прообраз служения служителей в команде, где у каждого свои дары, но цель одна, и мы должны объединять свои усилия и дополнять друг друга. Но в случае с Иаковом и Исавом произошло, к сожалению, немножечко по-другому. Знал ли это Бог? Знал, безусловно. И Он возвестил некоторые детали их маме, Ривке, еще когда она была беременна. Об этом тоже говорит эта недельная глава. Но давайте попытаемся разобраться вообще, каким образом это произошло, почему, что послужило причиной того, что произошло так, как оно произошло. Знаете, когда я читаю эту историю, мне в качестве параллели из Нового Завета приходят слова Ишоа, когда он говорит, что Царство Божие подобно сокровищу, которое человек копал, нашел сокровище, закопал, пошел, продал все, что имел, и на вырученные деньги выкупил это поле. Без особых деталей и подробностей. Но подробности можно, собственно, увидеть, как бы, если он это поле решил купить, значит, поле было не его. Вопрос, что он делал на чужом поле? Из поведения этого человека видно, что, в принципе, этот человек добропорядочный, потому что он не просто взял сокровище, забрал и унес, он решил приобрести это поле. То есть он хотел стать законным владельцем этого сокровища, в законном порядке, и это хорошее качество. Значит, человек этот, работая на чужом поле, по всей видимости, был наемным работником, но был хозяин этого поля, и, в принципе, хозяин сокровища. Вот в этой истории возникает всегда два вопроса. Вопрос первый, насколько этично поступил вот этот вот наемный работник по отношению к хозяину поля, скрыв истинную стоимость этого поля и скрыв информацию о сокровище. Насколько этично, насколько порядочно это произошло. И второй вопрос, он, собственно говоря, нас уже подвигает к ответу на первый вопрос. И Шоа этого человека ставит нам в пример. Он показывает, что таким образом приобретается Царство Небесное, Царство Божье. Вот теперь, для того, чтобы мы понимали, как же так, и Шоа, человека, который с нашей точки зрения поступил, может быть, где-то не очень порядочно, мы немножечко поразмышляем, а что же, собственно, произошло. Есть хозяин поля, у него есть поле, и он на нем не работает. Он на нем не работает, и поэтому он не знает истинную стоимость этого поля. И поэтому он его как бы сдает в аренду, говорит, вот работай. Но, знаете, я работал наемным работником, и я вам скажу, меня очень часто одолевали такие вот мысли. Вот я работаю, я сегодня заработал, к примеру, тысячу гривен, а хозяин мне заплатил 10%. С какой стати он получил 900, ничего не делая, а я все заработал, и я получил только 100? Ну, Бог мне потом объяснял, показывал нюансы, что не ты создал это рабочее поле, не ты договорился о купле или аренде этого помещения, не ты вложился в оборудование. То есть, есть нюансы у каждой такой истории. Как бы, я помню, я был, ну, мне года два, как я был верующим, три, я работал вот реально от зари до зари, иногда я даже не выходил с работы, ночевал там, на работе, тяжело было, а хозяева мои приезжали там в час, два дня в офис, посидят до пяти часов, там пообщаются, чай, кофе, тортики попьют и уезжают на иномарках, а я езжу на троллейбусе, работаю, 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 я получаю так совсем ничего, я богу бухтел, возмущался, а он мне говорит, ты посмотри на это по-другому. Они договариваются с налоговой, они договариваются с финансовой гвардией, они договариваются об аренде, они платят, везде платят, немалые деньги платят, они договариваются о том, чтобы у тебя были условия, чтобы ты себе спокойно работал и зарабатывал свои сто долларов, и чтобы тебе при этом никто не мешал. Я так, вау, какой у меня обслуживающий персонал. Ну, на самом деле нужно понимать, что на самом деле хозяин и работник, мышления разные, вообще жизненные подходы разные, и поэтому, если у хозяина было поле, видимо, это было как-то обосновано. Если этот человек был наемным работником, это тоже было как-то обосновано, но в какой-то момент, в какой-то момент произошел перелом. Вопрос, с чем это было связано. Я вижу это следующим образом. Вот, почему я говорю, что эта история как параллель между историей с Иаковом и Исавом. Ведь что такое первородство? Первородство – это не то, что можно продать или купить. То есть, если я родился первым, и у меня был бы брат, который родился вторым, сколько бы он мне не заплатил. Ну, давайте представим, что я озвучил цену, он мне заплатил, а теперь я, собственно, должен как бы передать свое первородство. А что это значит? Это значит, что я каким-то образом должен сделать так, чтобы он родился раньше меня. Понимаете, о чем речь? Ну, то есть, чтобы он стал первородным вместо меня. Если я ему продаю факт первородства, то я должен как-то исполнить свою часть. Правильно? Он заплатил, а как я могу исполнить свою часть? То есть, это ситуация, в которой понятно, что первородство невозможно ни продать, ни купить. Но есть моменты, которые связаны с первородством. И это, прежде всего, ответственность. Ответственность за семью. ответственность за народ. Поскольку Исаав должен был стать царем. Яков священником, и Исаав должен был стать царем. И это очень серьезная ответственность. Но что говорит Писание? Исаав почему-то пренебрег. И пренебрег не потому, что просто был голоден. Это было его мышление, его подход к жизни. поскольку послание к евреям дает нам некоторые разъяснения по этому поводу. Это 12 глава, 15-17 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снеть или просто за еду отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. то есть обратите внимание такой интересный момент. Он получается благословение иметь хотел, а ответственность первородством на себя брать не хотел. В результате он потерял то благословение, которое должен был получить. Он получил другое. И вот вы знаете, тоже вот интересный момент, связанный вообще как бы с темой благословение. Мы очень легко говорим, брат, я тебя благословляю, сестра, я тебя благословляю. Вопрос, насколько эти слова имеют силу, и имеют ли они силу, это зависит от того, как мы подходим к нему. Потому что, если, к примеру, я знаю молодую семейную пару, которые не могут родить, я прихожу, говорю, я благословляю, чтобы у вас были дети. Вопрос, могу ли я с этими словами дать им силу, чтобы ребенок родился? Могу я, как человек? Ну, как? Я могу сказать. Знаете, есть очень интересная история, когда к Ишуа приносят парализованного человека, и он говорит, прощаются тебе грехи твои. Народ начал возмущаться, типа, кто может прощать грехи, кроме Бога? А Ишуа говорит, чтобы вы знали, а, не, он говорит, чтобы, а, что легче, сказать человеку прощаются грехи твои, или встань, возьми постель твою и иди. И в этой ситуации действительно, ну, я говорю, я благословляю, или я говорю, я прощаю тебе грехи твои. Кто может это проверить? Эти слова имеют силу или нет? И Ишуа как раз обращает внимание на то, что если слово сказано с властью, то будет и сила в этом слове. Если слово сказано без власти, то будут видимые проявления отсутствия этой силы. И он говорит, ну, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, поворачивается к этому человеку и говорит, встань, возьми постель свою и иди. И человек встал и пошел. Вопрос, была ли у него власть, говорит такие слова. Совершенно верно. Так возвращаясь теперь к вопросу бесплодия и благословения. Сказать легко, я вам скажу, что вот в нашей личной жизни Соли был период, когда мы не могли зачать ребенка. Но мы были однажды в гостях у Щепанских, сидели, пили чай, общались, и они решили помолиться, чтобы через год у нас был ребенок. Я вам скажу, через год ребенок был. То есть, о чем это? О том, что говорить можно без власти, можно просто для того, чтобы выглядеть, а можно быть действительно носителем Божьей власти. И тогда в этих словах есть сила. Поэтому давайте мы будем размышлять над тем, мы пустословим, потому что за пустословие мы будем нести ответственность перед Богом. Или же мы говорим с властью, но для этого мы должны понимать, она у нас есть, откуда ее источник, кто нас наделяет этой властью. Так вот, теперь по поводу благословения, которым Ицхак благословлял своих сыновей. Писание четко говорит, что он верою в будущее благословил обоих сыновей. Причем и Якова думая, что это Исаф, и Якова понимая, что это Яков. И это два мощнейших благословения, царское и священническое. Но было еще благословение, которое Исаф получил, и которое действительно осуществилось в его жизни, и оно уже было не таким веселым, как было первое. И он говорит, отец, неужели у тебя нету другого для меня благословения? А тут говорит, есть, но извини, что осталось, то осталось. То есть, понимаете, эти люди, они понимали нечто большее о словах благословения, чем мы иногда себе думаем. Потому что мы можем благословение раздавать налево и направо, но опять же вопрос, насколько это все соответствует той власти, которая у нас есть. Исаф понимал, что есть благословение для одного сына, есть благословение для другого сына. И он их высвободил. И это имело дальнейшую силу и дальнейшее влияние на жизнь этих двух даже не юношей, потому что им уже было по 76 лет на тот момент. Так вот, собственно говоря, к чему вся эта история? Когда я своей супруге рассказывал вот это, она говорит, а как это вообще связано с темой проповеди? Господь не дал ответ на этот вопрос. Значит, для чего эта история? Псалом 36 глава 37 40 стих. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть шалом, то есть полнота, мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет, от Господа спасение праведником, он защита во время скорби и поможет им Господь и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на него уповают. И вот наблюдение за праведниками Танаха, размышления над их жизнью, оно на самом деле, оказывается, дает нам возможность что-то понять о взаимоотношениях с Богом. И что же мы можем понять из всей этой истории? Эта история очень важна в том плане, что Исаф, он имел, так сказать, все необходимое для жизни и благочестия в царском статусе. Имел по праву рождения. Опять же, нужно понимать, что не мы решаем, где, когда, как родимся. не Исаф решал, что он родится первым, а Яков вторым. Это было определено Богом. И было определено Богом с определенной целью. Но поскольку у нас есть свобода выбора, мы можем выбирать. В Торе Бог говорит жизнь и смерть, предложил я тебе сегодня. Выбери же жизнь. То есть Бог хочет, чтобы мы выбирали жизнь. и как в самом начале я говорил о том, что уныние, оно всегда в Писании упоминается с какой-то альтернативой от Господа. Бог и здесь предлагает ту альтернативу, точнее, это, скажем, уныние, это альтернатива, которую мы можем выбрать, избрав что-то свое, а не Божье. И вот Исаф, имея все, все это потерял. Яков, не имея по праву рождения ничего этого, он получил то, что должен был получить, и даже сверх того. И вы знаете, Писание не зря дает ему характеристику человек кроткий, человек шатров. Человек кроткий, смиренный, там стоит слово, которое используется, вот когда в Торе идет описание качества жертвы, которую Бог ожидает, эта жертва должна быть без пятна и порока. Вот это слово определяется тем словом, которым охарактеризован Яков. Также это слово используется, когда Писание говорит о Ное. Ное был праведен и не порочен вроде своем. Слово не порочен. Там стоит то же самое слово. То есть Яков, в отличие от Исава, он не искал чего-то во внешнем, он искал во внутреннем, он искал во взаимоотношениях с Богом, он искал утоление жажды своей души в истории заветов с Авраамом, с Ицхаком. и он получил, вот он копал на том поле, и он нашел это сокровище, и он в принципе приложил определенные усилия, чтобы это сокровище получить, и он получил. И вы знаете, интересно, что Писание нигде никогда не упрекает Якова за то, как он это сделал, но Писание упоминает Исава в качестве отрицательного персонажа, поскольку он пренебрег, и потом он не смог получить того, чего хотел. То есть, если мы желаем иметь что-то от Господа и быть в Его воле, мы должны копать, мы должны размышлять, мы должны исследовать. Что же говорит нам по этому поводу Писание? Апостол Павел в первом послании к Тимофею в 4 главе говорит следующее, «Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, а всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой всем был очевиден, вникая в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. То есть, это один из аспектов, которые нам необходимы в жизни для того, чтобы действительно познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная, и, соответственно, исполнить это в своей жизни. Значит, вообще, природа упования как такового, что это такое, откуда она берется. Иеремия, 29 глава, 11-13 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». И здесь нам предлагается молитва как особо мощный инструмент, посредством которого мы можем проникнуть в мысли Всевышнего, в его замыслы, намерения, в отношении для нас, которые есть на благо, а не на зло. Еще один инструмент упования. Эфесянам первая глава, в принципе, вся первая глава, но я только пару стихов прочитаю. Значит, и просветил, то есть Павел молится о том, чтобы Господь в отношении верующих что-то сделал. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в вас, верующих, по действию державной силы его». Дальше он говорит, что этой силой он воскресил Ишуа из мертвых. То есть, у нас есть, как и у Эсава, все необходимое для жизни и благочестия. Бог приготовил для нас это есть здесь и сейчас. Вопрос, мы войдем в это, мы получим это, мы раскроем это в своей жизни, так, чтобы спасти и себя, и слушающих нас. или же мы пренебрежем этим и будем потом просто удивляться, почему со мною это происходит. Дальше есть интересное место, Эфесян, нет, это Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всем молиться и не унывать». Дальше идет притча о женщине, которая добилась от нечестивого судьи того, что ей нужно было законного решения своего вопроса. Но ключевая идея притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Дальше Матфея 26 глава 40-41 стих. «И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То есть еще один аспект молитвы, благодаря которой мы имеем силу, благодаря которой мы имеем защиту. Дальше Деяние 12 глава 5 стих. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». И что дальше произошло, все вы наверняка помните. Оковы пали, двери темницы раскрылись, страж был в шоке, Петр его успокоил и пошел на служение, пошел туда, где собралась церковь, которая усердно молилась. Здесь очень важный аспект молитвы. И вы знаете, я вам хочу сказать, что с 2000 года я верующий, и я вам скажу, это мое личное наблюдение, но оно очень интересное. Бог отвечает на молитвы каждого человека и очень сильно, но я вам скажу, что когда все собрание прилежно молится о какой-то нужде, ответ Божий намного быстрее, намного эффективнее, намного мощнее. По одной простой причине. Мы тело Мессии здесь на этой земле. Чтобы вы понимали, когда Ишуа в теле своем ходил по этой земле, была ли ситуация, где он был неуспешен. Небольшие вкрапления в истории его служения, где написано, когда он пришел в свой город, и по неверию их, вопрос, верим ли мы и готов ли мы в единстве собираться и молиться. Сейчас ситуация очень сложная, сложная для общины, для города, для страны и для мира. Вопрос, многие ли из присутствующих готовы пожертвовать хотя бы час в неделю, чтобы встать на молитву и просить милости у Бога для нас, как для общины, для Украины, как для народа и для мира, как для человечества. Прошлое воскресенье была такая молитва. Здесь было очень мало людей, и это печально. Это просто тема для размышления, что мы выбираем, посидеть дома, покушать или потратить это время на то, даже не потратить, вложить в Царство Божие, прийти на поле, копать, чтобы найти сокровище. Я сейчас взываю к вашей совести вам решать, что вы будете выбирать. Готовы ли вкладывать в Царство Божье вы, или для вас ваша жизнь, ваша душа, ваш комфорт, ваша окружение ценнее. И буквально еще два слова по поводу молитвы как таковой. Это несколько пунктиков, которые помогут нам сориентироваться как молиться и о чем просить. Дело в том, что у нас в Писании нет четкой пошаговой инструкции, а мы в ней нуждаемся. Ученики пришли к Ишуа и сказали научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Мы не видим, как Иоанн учил учеников. Ишуа дал молитву Отче наш. Но мы понимаем, молитва Отче наш в том готовом виде не совсем подходит для всех ситуаций, в которые мы в жизни попадаем. Но слава Богу, у нас есть Писание, слава Богу, у нас есть определенный жизненный опыт отношений с Богом. Из этого опыта и из Писания можно вывести несколько важных моментов. В молитве просить у Бога нужно о том, что Он любит, что Ему нравится, чего бы Он хотел. По принципу «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». Мы должны понимать, чего Он хочет. Хочет ли Он, чтобы мы преждевременно умирали, или Он хочет, чтобы мы совершили полноценный свой путь на этой земле. Это дает нам основание молиться о бесцелении наших братьев и сестер. Дальше. В молитве необходимо все-таки пытаться услышать голос Божий, что Он нам говорит. Это не должен быть просто отторобанил вверх и все. Дальше. В молитвах необходимо быть искренним, поскольку Бог знает сердце каждого из нас, обмануть, облукавить его как-то не очень получится. По большому счету это бы выглядело как пустая трата времени. Зачем делать то, что не принесет результата. То есть приходите искренне и я вам могу сказать так, что вот на примере своей дочери, если она даже в чем-то согрешила, но она пришла и она мне об этом искренне рассказывает, у меня нет желания наказать ее. У меня бодрить, вдохновить. Я думаю, Отец Небесный также к нам относится. Поэтому надо быть искренними, не скрывать того, что есть, а просто приходить в простоте сердца и открываться пред Господом. Еще момент. Молитва это очень хорошее место, где необходимо совершать шуву для того, чтобы получить очищение, прощение, опять же, вдохновение. Дальше. в молитве можно приносить вопросы, которые не дают долгоиграющие, скажем так. Потому что в жизни бывают ситуации, когда мы достаточно долгое время боремся с проблемой. Мы не должны унывать, но мы должны с упорством приходить к Богу, верить в то, что Он моментально услышал, Он знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения, и просто продолжать молиться и ждать, ожидать, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Дальше. В молитве можно просить о дарах. Вы знаете, сейчас мы очень нуждаемся в сверхъестественном даре исцеления, чтобы прийти помолиться за больного, и он здоров. Писание обещает нам это. Обещает. Насколько часто мы видим это в жизни? Не имеете, потому что не просите. Так говорит Писание. Давайте молиться о сверхъестественных дарах для того, чтобы служить нашим братьям и сестрам в это тяжелое время. Молиться также надо о понимании Писания, потому что Писание само говорит, помазание, живущее вас, научит вас всему, как должно. Поэтому не имейте нужды, чтобы вас кто-либо учил. Но зачем-то Бог ставит учителей. в церкви, в собрании. Для чего? Я думаю, что потому, что Бог знает, что далеко не все усердно молятся о том, чтобы понимать Писание. Также можно молиться о мире для Израиля, потому что через все Писание проходит очень интересная тема. Если мы возьмем современный иудейский Сидур, можно увидеть очень интересную тенденцию, что молитва, она базируется на просьбе сначала за весь народ, а потом уже за себя. И это воля Господа, чтобы каждый из нас осознавал себя частью народа, молился о всем народе, а потом уже о себе хорошем, о себе любимом. Также нам необходимо молиться о мудрости, как в этом мире сохранить себя верующим, не поддаться соблазнам, которым поддался Исаф и ему подобные, но сохранить вот эту целостность, которая нас наделяет Ишоа, как это было у Якова, для того, чтобы действительно быть светом этому миру, солью этой земле и не раствориться в этом мире, не войти в дружеские отношения с этим миром. Это очень важно. И в этом еще есть очень важный момент. Быть верующим и открытым к людям настолько, чтобы, знаете, есть верующие, которые отворачиваются от всех своих неверующих, чтобы, не дай Бог, не запачкаться. И Ишоа не призвал нас к этому. Он призвал нас к тому, чтобы мы жили в этом мире, жили среди этих людей, но чтобы мы хранили свою чистоту. Нам не всегда понятно, как этого достичь, поэтому мы нуждаемся в молитве за то, чтобы Бог нам показывал, чтобы Он наделял нас мудростью в этом вопросе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok